Сегодня в программе мы побываем в столице китайских эмигрантов, в городе Дзянмэнь. Вместе с нами вы откроете для себя удивительные образцы архитектуры, известные как Диаллоу. И все это во втором эпизоде нашего путешествия по реке Жемчужной. Жемчужная река по-китайски звучит как Джудян. Вместе с восточным, западным и северным притоками она образует обширную речную систему, а также является третьей по длине и второй по полноводности рекой Китая. А прямо в ее устье на берегу Южно-Китайского моря расположился восхитительный город Дзянмэнь. Добрый день! Вы смотрите цикл программ, посвященный Жемчужной реке. Это вторая серия. Мы собираемся продолжить наше путешествие выше по течению этой огромной речной системы. Мы проедем вдоль реки Сидзян, которая является западным притоком Джудян. А если вдаваться в детали, то прямо сейчас мы находимся у берегов реки Пэнзян, которая представляет собой еще один рукав всей водной паутины, образующей речную систему Джудян. Ну а где вода? Там всегда жизнь. Здесь, на юге провинции Гуандун, на равном удалении от Гуанчжоу и Аумэня, жизнь идет своим чередом. Честно говоря, кажется, что в этом месте нет ничего примечательного, пока вы его хорошенько не изучите. Мы находимся в Дянмэне. Этот город еще называют столицей китайских эмигрантов. Кстати сказать, это родина китайской диаспоры, которая насчитывает 3,5 миллиона. Здесь четко прослеживается столкновение китайской и иностранной культуры. Но все это только на поверхности. Самое интересное, кроется еще глубже. Оплата принята. Счастливого пути. Дянмэнь относится к 9-ти крупнейшим материковым городским округам, которые образуют единый регион Дельта реки Жемчужной. Это развивающийся мегаполис, который относится к одному из самых густонаселенных регионов мира. Кроме того, Дянмэнь считается ведущим коммерческим и важным производственным центром Китая. Правда, это описание не совсем соответствует этим чарующим сельским видам, не так ли? Но именно это делает Дянмэнь еще более удивительным. А что это за оригинальное здание? Уж точно не небоскребы. Я приехала в деревню Цзели, поселка Танкоу, чтобы посмотреть на то, что в 2007 году несли список всемирного наследия ЮНЕСКО. Речь идет о кайпинских деревеньках и особняках – Дяулоу. Дяулоу принято называть укрепленные жилые башни, характерные для уезда Кайпин. Их возводили из камня, кирпича и железобетона. Возводить Дяулоу было модно в период с династии Нин до первой половины 20 века. Пик их строительства пришелся на 1920-30 годы. Особую оригинальность этим зданиям придает вычурное сочетание китайской и западной архитектуры и дизайна. Многие из этих особняков стоят здесь закрытыми и заброшенными, но двери некоторых открыты для туристов. Прохаживаясь по этим домам, вы словно попадаете в машину времени. Их интерьеры выглядят потертыми и обветшалыми, зато все неподлинные. Хотя Дяулоу изначально строили, чтобы защититься от бандитских шаек, которые орудовали здесь в конце 19-го, начале 20-го века, они также выполняли роль жилых домов, как например этот. Здесь на верхнем этаже располагается искусно сделанный алтарь предков, который в те времена служил демонстрацией семейного богатства. А оно, как у большинства коренных жителей Кальпина, было нажито за границей. Ну и конечно же, с любым богатством связано беспокойство о том, как его сохранить. Эти металлические ставни и решетки привозились сюда из Германии. Эти люди серьезно заботились о своей безопасности. Вам может показаться, что если бы в таком доме случился пожар или еще какое-нибудь бедствие, то отсюда невозможно было бы сбежать. Но здесь была вот эта штука. Это аварийный выход. Просто так о нем не догадаешься. Все, что вам нужно, это ключ и очень длинная веревка. Несмотря на огромную ценность этих особняков, как хранилищ истории и культуры китайских эмигрантов, они не перегружены посетителями даже в разгар туристического сезона. Это, конечно, хорошо. Но в то же время их должно быть больше. Я думаю, что каждый иностранец, имеющий китайские корни, просто обязан по возможности увидеть Диаулоу. Мне едва хватает слов, чтобы описать все, что я чувствую здесь. Хотя мои предки были не из Диан Мэня, но будучи представительницей зарубежной китайской диаспоры, в третьем поколении я испытываю какое-то мистическое притяжение к этому месту с его особняками. Это какая-то смесь интереса, любопытства и гордости. И мне повезло. Вдобавок ко всем впечатлениям, которые я испытала в день своего приезда сюда, матушка природы решила добавить театральности происходящему. Обожаю такую погоду. Боже, это какое-то безумие. Подумаешь, небольшой дождик. Правда, закончилось это все так же быстро, как и началось. Ух, этот дождь хоть ненадолго дал отдохнуть от жары. Хотя мне уже некуда было мокнуть. Жарко так, что вся блузка прилипла к телу. Но так или иначе, деревня Цзэли славится своими особняками Диаулоу. Их здесь довольно много. В данный момент я нахожусь в одном из Диаулоу, который открыт для туристов. И отсюда открывается прекрасный вид на остальные дома. По-моему, это просто бесподобный ландшафт. Рисовые поля, а из них прорастают эти причудливые конструкции. Очень красиво. Однако Диаулоу не единственное воплощение восточно-западного слияния в Кайпине. Этот сад, который называется Ли Юань, считается одним из четырех самых красивых садов в провинции Гуандун. Здесь вы увидите изысканное сочетание ландшафтного дизайна Востока и архитектуры Запада. Этот роскошный дом и сад принадлежит господину Севу Ильи, который в свое время эмигрировал в США. По правде говоря, я с трудом нахожу здесь вышеупомянутое сочетание. Я в небольшой растерянности. В хорошем смысле, конечно же. Такое впечатление, что я на съемочной площадке где-то на Западе. На самом деле, этот дом принадлежал одному предпринимателю. Он был построен примерно 90 лет назад, здесь, на юге Китая. Наверное, это потому, что он даже отдаленно не напоминает китайский стиль. Хотя некоторые строительные материалы завозили сюда из-за границы, например, бетон, но большинство из них все-таки были местного производства. Так что отделка дома была полностью китайская. Если вы посмотрите вот туда, то увидите там дом его брата. У них был очень похожий вкус, и оба дома практически одинаковые. А теперь посмотрите на крышу. Ее сейчас реставрируют. Она выполнена в чисто китайском стиле и по цвету, и по дизайну. В общем, смешание стилей, конечно, есть, хотя и не столь заметное. Два этих строения, мимо которых я сейчас прохожу, без преувеличения являются особенными. Они представляют собой смешение не только архитектурных стилей разных стран, но и даже разных эпох. Например, здесь прослеживаются элементы средневосточного зодчества. Но, по-моему, за ними все равно скрывается чисто китайская концепция. Слева от меня вольер, полный певчих птиц. А справа — оранжерея с благоухающими растениями. В китайском языке есть выражение «няо-юй хуа-сян», которое дословно переводится как «пение птиц и аромат цветов». Его используют, чтобы описать прекрасную окружающую обстановку на луне природы. Думаю, что, построив все это, те люди прекрасно воплотили эту концепцию. А еще это настоящий рай для художников. Сад Лью-Юань был построен в 1936 году. Его площадь больше одного гектара. Все эти каналы, коридоры, мосты и беседки идеально подходят для живописцев. Ну, а я хожу здесь и играю шпионку. Ха! Интересное совпадение, да? Отличный пример смешения архитектурных стилей. Напитавшись историей и культурой жемчужной реки, я почувствовала физиологический голод. Мне захотелось отведать чего-нибудь из кантонской кухни. Однако в Кайпине есть свои местные деликатесы, которые можно найти почти в каждом меню. Ура! Пора ужинать! Здесь, на юге Китая, климат жаркий и влажный. Китайцы считают, что из-за этого в организме скапливается много внутреннего жара. Они также уверены, что этот жар можно устранить или, по крайней мере, уменьшить, если есть определенные продукты. Поэтому местная кухня очень легкая, что мне определенно нравится. А еще здесь есть одна очень знаменитая вещь. Если в Пекине есть утка по-пекински, то здесь, в Кайпине, едят гуся по-кайпински. Мне уже не терпится попробовать его. На этот раз я не буду много говорить, потому что вы должны приехать в Дианмэнь и сами попробовать этого гуся. Далее в программе мы найдем самый старый и самый большой Диаулоу в Кайпине. А также увидим особняки, которые находятся в самой красивой китайской деревне. В начале прошлого века Диаулоу строили в основном для того, чтобы защитить себя от бандитов. Но ведь идея строить их не могла появиться на пустом месте. Здесь поблизости находится Диаулоу, который считается самым старым Диаулоу из тех, что сохранились до наших дней в Кайпине. Это было место, предназначенное для общественного пользования. Поэтому жители деревни скидывались деньгами на его строительство, чтобы потом укрыться в этом доме в опасное время. Например, когда в округе были бандиты или во время наводнений. Ой, тупик! И где же я? Мне это так нравится! Похоже на лабиринт. В общем, мне либо перелазить через ту стену, либо пробираться через чей-то сад. Пойдемте туда. И где же он? Я ищу дом, которому 400 с лишним лет. Так что это должно быть что-то древнее. Ой, что там? Ура! Я его нашла! Как я потом поняла, нужно было идти за туристами. Но ничего страшного. Эта крепость называется Ин Лун Лоу. Она затерялась в древней деревушке Сань Мэнь Ли. Поселка Чикань. Построили ее между 1522 и 1566 годами. И восстановили в 1919 году. В наше время эту достопримечательность необходимо посетить всем, кто приезжает посмотреть на Дяньмэньские дяулоу. И не только из-за ее вида, сколько и из-за возраста и репутации. А когда туристы-фотоголики затаскуют по перекусу, рядом всегда окажутся предприимчивые пожилые жители деревни, которые торгуют доморощенными и высушенными фруктами. По сравнению с предыдущими, этот дяулоу выглядит довольно скромно. Но как место коллективного убежища он был очень эффективен. Вы только посмотрите, какие толстые здесь стены. Их толщина как минимум метр или около того. Поэтому неудивительно, что это здание стоит здесь до сих пор. Оно просто супер прочное. Чтобы посмотреть на более вычурные дяулоу, не такие простые, как этот, я отправилась в деревню Динь Дян Ли, поселка Сянь Ган. Когда я приехала сюда, я увидела уже знакомую картину. Деревушка с домами и серого кирпича, расположенными в виде решетки. Как и в большинстве других сельских поселений в Китае, здесь проживает небольшое количество стариков с маленькими детьми. А вот население трудоспособного возраста здесь практически отсутствует. Динь Дян Ли – третья из четырех деревень, которые мы уже посетили, входящая в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В этих районах Дян Мэня все какое-то простоватое и неотесанное. Едва ли можно поверить в то, что так много людей, которые жили здесь бедными крестьянами, эмигрировали за рубеж в Юго-Восточную Азию, Австралию, Северную Америку и заработали там баснословные деньги. Они вернулись домой с новыми богатствами и новыми идеями, которые затем воплотили в бетон. Билет стоимостью 180 юаней дает право на посещение всех основных диалогов в течение двух дней. Этот особняк ни за что нельзя пропустить. Его построил в 1923 году один предприниматель из Сянгана, и сегодня за ним закрепилась слава диалог номер один в Кайпине. Учитывая, что на сегодняшний день здесь сохранилось около 1800 диалог, это не такое уж и пустяковое заявление. Лично я с этим согласна. Ура! Я прибежала сюда сразу, как только приехала. Отсюда все остальное кажется микроскопическим. Вообще, я не особо боюсь высоты, но здесь я ощущаю какое-то волнение. Или у меня это приток адреналина от всего убеденного. Но вид действительно умопомрачительный. Я вижу раскиданное вокруг деревушки и все эти умиротворяющие зеленые пейзажи. Этот диалог называется Жуи Ши Лоу. Его, безусловно, можно назвать знаковым. У него девять этажей, что делает его самым высоким диалогом в Кайпине. Кроме того, люди называют его самым роскошным из всех. Здесь вы можете увидеть следы византийского архитектурного влияния. Особенно это касается куполов и колонн. Но все это сделано в перемешку с китайским стилем. Я понимаю, что это здание выглядит слегка странновато, но все равно лично мне кажется, что оно прекрасно вписывается в общий пейзаж, почти как деталь пазла. Надо отметить, что это довольно экзотическая деталь пазла. Он приковывает к себе все внимание, хотя два соседних диалога тоже по-своему уникальны. Первый был возведен в качестве коллективного убежища в 1918 году на пожертвование, а второй – жилой особняк, спроектированный французским архитектором для хозяина, который вернулся из Америки в 1919 году. Перемотаем на сто лет вперед, и все здесь окажется уже более приземленным. Такой беззаботный. Можно я вас обоих усыновлю? Я увезу вас с собой в Австралию, хорошо? Пойдемте? Господи, мне так неловко. Я здесь слышу и путунхуа, и кантонский, и местный диалект. Голова просто раскалывается. В общем, мне сложновато понять их. Но это все равно лучше, чем в других местах Китая, где я раньше была и вообще ничего не понимала. Им же диалект чем-то похож на кантонский, поэтому я могу перевести с кантонского на путунха, а потом с путунха на английский. Эй! Бай-бай! Это универсальный язык. Бай-бай! Последняя в нашем списке деревня Сдяулоу, внесенная в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Называется Ма-Диан-Лун. Находится она в поселке Бай-Хэ. Фактически это пять крохотных жилых комплексов, соединенных между собой тенистыми от бамбука каменными дорожками. Местное туристическое бюро единогласно объявило Ма-Диан-Лун самой красивой деревней Китая. В принципе, с этим можно согласиться, глядя на ее Сдяулоу, которые возвышаются над изумрудным лесом. Работая в этой программе, я смогла поведать чуть больше Китая, нежели обычные люди. Но величалость и таинственность синий Сдяулоу и восьми билл деревни Ма-Диан-Лун даже меня заставили испытать восторг. Я не ожидала наткнуться на такое в путешествии по жемчужной реке, на такое особенное и ни на что не похожее смешение архитектуры и дизайна. Наружный вид и интерьеры Сдяулоу представляются мне почти шизофренической смесью того, что может возникнуть в мозгу их хозяев, когда они поверхностно знакомы с Западом и при этом цепко держатся за идеалы Востока. Но все равно в этом есть свой удивительный смысл. Боже, как это здорово! У моего дяди было точно такое же приспособление для окна в его малайзийском доме, который он себе построил очень много лет назад. Простите, просто меня так трогают подобные вещи. Зато теперь я знаю, что он мог заимствовать эту идею из Китая. А может быть, хозяин этого особняка заимствовал эту идею малайзийцев? Здесь столько зелени, правда? Прогулка по этому бамбуковому лесу похожа на... Это просто минуты наивысшего спокойствия и безмятежности. Пение птиц и свежий воздух. Самое интересное в том, что для того, чтобы добраться до Диаулоу, вы должны пройти через деревню и через этот лес. Так что я сейчас изучаю окрестности. На самом деле здесь легко забыть о времени, бродя от одного Диаулоу к другому. А еще здесь можно заблудиться, но это будет даже весело. Сложнее всего не оказаться под впечатлением от увиденного. Это довольно комфортное жилое пространство. Здесь так просторно, столько свежего воздуха и много-много света. Мне было бы очень приятно жить в таком месте. Я могла бы перелезти сюда всю свою многочисленную родню. В наше время большинство потомков тех, кто строил такие дома, уехали за границу. Поэтому они поручили правительству, чтобы оно заботилось об этих домах. Ну а если бы я смогла установить лифт и провести электричество в этом месте, внесенном в список ЮНЕСКО, я бы ушла на пенсию и жила бы себе припеваючи. Так, уже почти пять часов, и они должны уже закрываться, поэтому мне надо поторопиться. Возможно, вам, как и мне, тоже интересно узнать, что же случилось с потомками тех людей, которые все это построили. Это ведь неплохая недвижимость в качестве наследства. Многие из них переехали за границу на постоянное место жительства и доверили свои диалоги китайскому правительству, которое сохранило их для нас с вами. Далее в программе мы побываем в очаровательной заброшенной деревне в районе Тайшань. И познакомимся с еще одним типом зданий, но уже не Диаулоу, а Тилоу, которые тоже представляют собой сочетание западного и восточного стилей. Давным-давно в Дианмэне появилось 3000 с лишним Диаулоу, причудливых и в то же время внушительных зданий, которые, тем не менее, отлично вписывались в сельские пейзажи субтропического юга Китая. Больше вы их не найдете нигде в мире. И каждый из них является уникальным. Их использовали как сторожевые башни, как надежные убежища и как роскошные особняки. А еще в них прятались от наводнений и мародеров. Это памятники истории и культуры, воплощение амбиции китайских эмигрантов. Ну и, наконец, плод своего времени. Очень часто, как только мы немного отклоняемся со сбитой тропы, мы находим неограненные алмазы. Кто знает, когда эти окна отворялись в последний раз и когда здесь все поросло травой? Здесь можно услышать только пение птиц. Капли дождя играли под ногами. Невольно возникает вопрос, а кто жил в этих домах? Как звали этих людей? И зачем они построили эти Диаулоу? Они похожи на сказочные замки посреди бескрайнего зеленого океана. Классические Диаулоу с их сторожевыми башнями, высокими стенами и маленькими окнами. И где теперь найти от них ключи? Этот вопрос лишь добавляет им очарование. Это такое интересное место. В Кайпине очень много Диаулоу. Вы можете просто гулять по любой местной деревне и наткнуться на один из этих особняков. Эта деревня кажется мне немного жутковатой и очень загадочной, потому что она совершенно безлюдна. В ней вообще нет никаких признаков жизни, если не считать все эти кустарники. Но здесь есть небольшие подсказки, которые наводят меня на мысль о том, что откуда эти люди могли вернуться и куда они потом опять уехали. А вообще, так здорово посмотреть на все это наследие, которое они оставили после себя. Мы оставили Кайпин позади и отправились в еще один район городского подчинения Дианмэня с названием Тайшань. Вам что-нибудь напоминает это место? Здесь снимали некоторые сцены к комедийному боевику 2010 года после театр Пули. Население Тайшани составляет 950 тысяч человек, а Тайшаньская диаспора, по некоторым данным, насчитывает миллион 300 тысяч человек. В этих аркадных домах прослеживается тесная связь между Западом и Востоком. Они называются Ти-Лоу. В этом архитектурном стиле фронтоны здания равномерно отходят на 2,5 метра вглубь от общих секций с непрерывными крытыми коридорами, которые обеспечивают укрытие и тень. В этих практичных и милых зданиях проходит повседневная жизнь местного населения. Этот район Тайшани известен тем, что в нем сосредоточена большая часть Ти-Лоу, которые прекрасно сохранились до наших дней. Эти длинные и узкие сооружения соединены друг с другом. В былые времена здесь на первых этажах протекала бурная коммерческая деятельность, а на втором этаже находились жилые комнаты. Здесь также были банки, поэтому люди, которые зарабатывали деньги за границей, могли посылать домой свои накопления. По-моему, они все немного похожи по форме и размеру, но у всех их своя особая индивидуальность. Пока мы ехали по этому району, расположенному на западных берегах жемчужной реки, у меня было время предаться размышлениям. Честно говоря, до этого путешествия я понятия не имела о Дзян Мэньи и о том, что он является родиной многих китайских эмигрантов, которые оставили после себя тысячи этих невероятных, монументальных, реликвий в виде Ти Лоу и Диа Лоу. Пока мы укрывались от дождя в маленькой деревушке Фу Юэ, которая тоже находится где-то в Тайшане, я познакомилась с одним пожилым джентльменом. Этот мужчина любезно пригласил меня к себе домой. Он живет один в своем только что отремонтированном доме. Его одиночество скрашивает щебетание ласточек и старые фотографии его детей и внуков. А куда они уехали? В Америку. Я даже не удивилась, потому что здесь это привычная история. Его родственники уехали в Америку. Нью-Йорк и Окленд. О, Нью-Йорк. У меня не очень хорошо с кантонским диалектом, но в итоге я все равно его поняла. Это семейный алтарь предков. А еще здесь висят старые фотографии. Я обожаю старое фото. Так, сейчас я его не совсем поняла, но догадалась, что это его предки. Я точно знаю, что мы поднялись наверх. Он показывает нам свой балкон. 130 лет. По-моему, я его наконец-то поняла. Этой кровати, которую он мне показывает, 130 лет. Настоящий антиквариат. Что ж, такова жизнь здесь, в Дянмэне. Циклическая история отъездов и возвращений, международных обменов, традициями и философии, а также гармонии с природой. И как ни крути, везде, где есть вода, там есть и жизнь. Речная система Джудян это не только обширная паутина водных каналов. Это огромный пласт истории и культуры. А здесь, в Дянмэне, который называют столицей китайских эмигрантов, на эту историю и культуру особое влияние оказало первое поколение китайцев, которые занимались бизнесом за рубежом. Именно они оставили для нас свое наследие. Меня зовут Джуй. Увидимся в следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok